До Антарктиды под парусами. Под таким девизом прошла подготовка к путешествию молодого ученого из КФУ Сергея Мельникова. Астрофизик решился на отважные приключения, вдохновившись историей другого астронома из КФУ, Ивана Михайловича Симонова. Тот 200 лет назад отправился в кругосветное путешествие, в ходе которого была обнаружена Антарктида и 29 островов. «Ходить под парусом – это, наверное, одна из таких давних-давних детских мечт, можно так сказать. Я очень любил читать книги про эпоху Великих Географических Открытий. Астрономия мне нравилась больше, поэтому я пошел работать астрономом, а не стал моряком. Но мечта, как бы, она осталась, и когда появляется возможность, я считаю, что эту возможность нельзя упускать». По словам Сергея, о возможности стать частью команды он узнал случайно, через интернет. И сразу, во что бы то ни стало, решил принять участие, посчитав это за знак «Свыше». Попалась реклама, я связался с организаторами, примерно неделю думал, считал, сколько получится, сколько не получится, ну и в конце концов решился. Парусник, на котором астрофизик отправится к Антарктиде – это учебный фрегат «Паллада». Его масштабы поражают, а вид завораживает. Три мачты. Размер самой высокой достигает размеров 16-этажного здания. Общая вместимость – 200 человек. Среди них 50 членов экипажа, 120 курсантов морских училищ России и 20 практикантов. Счастливчиков со всех уголков страны. «Паллада» совершает кругосветное плавание. Как раз на часть этого кругосветного плавания попадаю я. То есть из Аргентины, порт Ушуая, до Кейптауна в Южноафриканской республике. Пересекаем Атлантический океан. И если позволит погода и решит капитан, то попытаемся максимально приблизиться к Антарктиде. 11 февраля Сергей отправился в аргентинский порт Ушуайя. Уже там он вступит на борт Паллады и под парусами пойдет по водам Атлантического океана к Антарктиде. Все путешествие продлится 31 день. После чего астроном сойдет на берег в порту Кейптауна, а Паллада продолжит свое кругосветное путешествие и вернется во Владивосток. Я не знаю, получится ли у меня когда-нибудь еще найти время, деньги, желания, так, чтобы все это вот сошлось. И плюс ко всему еще в нашем университете плавно перетекает Астгода Симонова к году 200-летия Антарктиды. Я думаю, это вот самое то. Во время путешествия Сергей планирует сделать множество фотоснимков. Помимо этого астрономы будут обучать корабельному делу. Уже по прибытию в Казань в планах астрофизика смонтировать фильм о своих приключениях. Лев Диденко, Велета Басова, Универ Ньюс.